Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня у нас с вами будет экстренный выпуск пустых банок. Почему экстренный? На следующей неделе мы с молодым человеком будем переезжать в новое жилище. И, соответственно, как вы понимаете, в новый дом не хочется тащить много вещей и в особенности не хочется тащить ненужные банки. В этом выпуске будут не только пустые банки, будут также и полупустые банки, от которых нужно сейчас избавиться, чтобы не тащить много лишнего барахла. Так что, если этот выпуск вам интересен, то обязательно продолжайте смотреть и поехали! По традиции начинаем разбор с декоративной косметики, так как ее меньше всего. Выбрасываю три вот такие туши. Первая это тушь от бренда Evelyn Ambig Volume Real Shock. Хорошая тушь, она у меня закончилась, я ее выбрасываю не полупустую, она мне служила верой и правдой. Вот такая вот у нее щеточка. Очень симпатичная была тушь, повседневный и абсолютно нейтральный эффект. Возможно, куплю ее еще раз. Следующая тушь, это вот такая тушь от бренда Vivienne Sabo Merci. Ее я покупала по наводке марка Каффмана. И вот ее-то как раз я выкидываю без зазрения совести. Это на редкость плохая тушь. Даже мои хорошие реснички, она умудрялась испортить, не удлинить, не придать объем, а сделать их какими-то маленькими, неприметными и незаметными. В общем, если она дает такой плохой эффект на хороших ресницах, то я уж даже не представляю, какой эффект она даст на проблемных ресницах. Так что выбрасываем и никогда в жизни больше не вспоминаем про существование этой отвратительной туши. И третья тушь, это тушь от Beauty Bomb фиолетового цвета. Действительно неплохая была тушь и фиолетовый цвет очень симпатичный. Вот посмотрите, яркий, насыщенный и на ресницах цвет действительно был виден. Но, к сожалению, не часто я использую подобную тушь и она уже подсохла, не говоря уже о том, что срок годности прошел. Также выбрасываю вот такую пудру от NYX. В последнем разборе пудр я уже про нее подробно рассказывала, так как в ней есть дырка и так как она давным-давно у меня открыта, нет смысла ее кому-либо отдавать, проще ее выкинуть, потому что уже будет небезопасно кому-либо после меня ею пользоваться. Также выбрасываю вот такой бальзам для губ с кокосом. Я его покупала в Таиланде полтора года назад, а то и больше, и поэтому его придется выкинуть, потому что полтора года это серьезный срок. Консилер от бренда Stellarie это явный закос под консилеры от Estee Lauder с вот такой вот кисточкой. Консилер ничего из себя особенного не представляет, и у него тоже прошел срок годности, поэтому выбрасываю со спокойной душой. Никакого особо интересного эффекта данный консилер, в общем-то, не давал. Еще три средства для губ тоже пойдут в мусор. Это вот такой вот блеск от Estrat, у него просто вышел срок годности, поэтому его пора выбросить. Вот такой вот бальзам от бренда Blistex с апельсином и с манго выбрасываю, не закончив, потому что очень сильный запах и вкус химического апельсина. Он настолько едкий, настолько химический, настолько неприятный, что пользоваться этим бальзамом, ну действительно, невозможно. И также выбрасываю вот такой вот скраб для губ, ему уже полтора года, поэтому пора отправиться в мусор. И также еще два средства из декоративной косметики пойдут в мусор. Это вот такой вот праймер от бренда Emma Hardy. Я его открывала тоже примерно полтора года назад, никакими хорошими, отличительными способностями он не обладал, и потому особо часто пользоваться я им не стала. Он уже, откровенно говоря, староват, у него спучилась упаковка, и потому я выбрасываю, так как использование его уже, скорее всего, небезопасно. А вот насчет этой вещи нам нужно подумать. Это сияющее масло для тела от бренда Lamelle. Его я покупала по наводке Наталины. У нее, как у бронзовой богини, конечно же, большая любовь была в прошлом году к этому средству. Я тоже решила пробовать, и, честно говоря, как видите, не очень попытка у меня удалась, потому что это средство, ну, во-первых, масляное, как вы понимаете, это масло, впитывается оно, ну, средненько. Но самая большая для меня проблема — это запах. Очень сильно это средство воняет то ли кокосом, то ли пинаколадой, непонятно чем. Запах преследует вас даже после того, как масло впиталось. Я помню, как я пришла на работу, сидя за своим столом, я чувствовала запах этого масла. Именно поэтому, как вы понимаете, я его больше не использовала, потому что я не люблю такие навязчивые запахи. Не знаю, честно говоря, что с ним делать. Открыла я это средство год назад. Что делать с ним, пока не знаю. Bobby Brown — это миниатюрная версия. К сожалению, оно мне понравилось, к сожалению, потому что это средство, ну, какое-то слишком дорогое, и тратить на него, сколько за него просит Bobby Brown, 3,5 тысячи за полноразмер, как-то не очень хочется, откровенно говоря. Миниатюра стоила, по-моему, около 1000 рублей, ну, даже меньше, потому что я брала на скидках, но все же я не уверена, что возьму полноразмерную версию. Сама формула средства мне понравилась. Мягко, хорошо очищала, никогда не было никаких нареканий. И также это средство не вызывало прыщи, но все-таки слишком дорого. Простите, Bobby Brown, но, скорее всего, нет. И выбрасываю четыре умывалки, лишь две из которых закончились. Вот такая умывалка от бренда Misha, я ее вам уже показывала в отдельном видео. Мне тогда эта умывалка, ну, средне так понравилась. Она потому что очень мягкая, очень нежная, она оставляет на лице даже небольшое ощущение пленочки. И это хорошо для тех, у кого очень чувствительная кожа, потому что подобного рода умывалки не уничтожают наш кожный барьер. И, как следствие, не вызывает покраснение, не вызывает новые какие-то дерматологические заболевания. Поэтому для людей с ультрачувствительной кожей эта умывалка классная. Лично я же сначала ею не впечатлилась, но потом, как видите, я ее успела закончить. И к концу банки я все-таки поняла, что вообще-то мне это средство очень даже понравилось. Также выбрасываю вот такую пенку от бренда Neogen с лаками. Это моя вторая пенка от этого бренда. Все эти пенки я очень люблю, я определенно куплю еще, либо точно такую же, либо с чем-то другим в составе, не со злаками. В любом случае, классные, хорошо работающие пенки. У меня они не вызывают сухость, не вызывают стянутость, не вызывают воспаление. Избавляясь от вот такой вот умывалки от Ифраше по двум причинам. Во-первых, она открыта полтора года назад. И во-вторых, почему я полтора года назад не стала ее добивать до конца, потому что она очень жесткая. В составе есть скрабирующие частички. Возможно, я сейчас вам их покажу. Нет, не покажу, они просто прозрачного цвета. В общем, поверьте на слово, в составе есть крупные прозрачные частички. Эти частички достаточно жесткие. И при умывании каждый день у вас лицо просто каждый день, два раза в день скрабируется. После недели, наверное, умывания этой умывалкой у меня кожа стала гиперчувствительной, мега реактивной. И пришлось ее отложить. А использовать ее раз в неделю для того, чтобы проскрабировать как-то кожу, ну зачем? Лучше я буду использовать пилинг, и умывалка мне для этого точно не нужна. И также выбрасываем вот такую пенку от бренда Sativa. Мне ее рекомендовала косметолог, которая практиковала уход, скажем так, из натуральной косметики. Но мне эта пенка не подошла. Она очень плохо пенится. Буквально раз, два, три ты нажимаешь на этот дозатор на помпу, и пена практически не выходит. Пена практически сразу же исчезает, и в итоге ты то ли умылся, то ли не умылся. Черт знает, что с тобой произошло. В общем, пользоваться этим средством, на мой взгляд, совершенно невозможно. Может быть, мне попался какой-то бракованный образец. Как знать. Но вот не сложились отношения, и все. Поэтому выбрасываем. Дальше я буду выбрасывать вот такую мицеллярную воду от бренда Levran. Набрала ее, потому что она из относительно натурального сегмента. Мне эта мицеллярка не понравилась, но я ее все-таки закончила. Это пустая баночка. Не понравилась тем, что она достаточно жесткая, и глаза очень часто после нее были гиперчувствительные. Было небольшое покраснение у глаз, и порой чувствовалось, знаете, когда смываешь мицеллярной водой с глаз макияж, какое-то небольшое жжение. В общем, по всем фронтам мне эта мицеллярка не подошла. Очень рада, что я от нее избавляюсь. Также выбрасываю вот такой вот тоник от бренда Cosorex, с ячейки слотами выбрасываю, потому что он очень старенький. Ему два года, срок годности у него вышел. Эффекта от него я, кстати, особенного не видела, а потому, как вы поняли, и не закончила. Цветочную воду отвкусывал, как вы можете видеть. Я выбрасываю в практически полном состоянии. Вон там эта водичка плещется. Как видите, здесь уже что-то сверху произошло нехорошее. Этой цветочной воде уже года полтора, а может и два. И не пользовалась я ей, потому что она очень сильно воняет. Она крайне неприятно пахнет. И, ну честно, невозможно на себя это распылять. Ну и, конечно же, куда же без этих двух тоников. Я вам уже все уши прожужжала, наверное, про эти тоники. Самые мои любимые кислотные тоники. Классное соотношение цена-качество. И они действительно работают. Работают даже на моей проблемной коже. В испалении меньше, кожа сияет, кожа более чистая. Тон лица более ровный. В общем, все замечательно с этими тониками. Советую от всей души. Они действительно просто класс. Также выбрасываю две вот такие масочки от бренда Jumiso. У меня еще три такие маски есть. Про них мы с вами поговорим чуть-чуть попозже в одном из следующих видео. У меня будет, в общем-то, новый обзор на косметику из Кореи. И теперь давайте закончим сегмент срез для лица последними четырьмя баночками. Первое, это вот такие вот диски для пилинга от бренда Stridex. Или Stridex. Не знаю, как правильно произносится, простите. Это диски с салицидовой кислотой. И они должны подсушивать наше воспаление. Это очень сильно пропитанные диски. Они нехило так подсушивают кожу. И если вы хотите себе средство с подобным эффектом, или вот такое, то заботьтесь сначала тем, чтобы найти средство для восстановления и увлажнения вашей кожи. Потому что если вы ее просто пересушите и сожжете, то никакого положительного эффекта после таких дисков на вашей коже не будет. Пасываю три крема для лица, два из которых закончились. Первый, это вот такой вот крем от бренда Hemish с болгарской розой. Вот он закончился, я вас не обманываю. Этот крем мне присылали на обзор бесплатно. И мне он действительно очень сильно понравился. Как вы видите, я не выкидывала средство. Я его действительно на себя использовала. И была, в общем-то, рада каждый раз. Здесь был приятный запах розы. Легкий, ненавязчивый. Средство немного увлажняло, немного напитывало. Зимой этого эффекта было маловато. Но вне зимы, в общем-то, крема хватало. И также данный крем придавал еще красивое нежное сияние кожи. Опять-таки, сияние нежное. Я не выглядела как блин на масленице. Нет, это было просто красивое здоровое сияние кожи. Второй закончившийся крем, это крем от Andalou Natural с витамином С. Я эти средства дико любила, особенно несколько лет назад. И единственная причина, почему я все еще не скупаю эту линейку, потому что я ей много пользовалась, и она мне поднадоела. Я такой человек, что я люблю разнообразие. И даже если средства хорошие, даже если они работают, мне всегда хочется попробовать что-то новое. Вот такой вот у меня характер, такая натура. Но этот крем я покупала два раза. Это уже много о чем говорит, и он действительно очень даже неплох. И последний крем, это крем от бренда Ям. Он полностью не закончился. Но я его выбрасываю, потому что у него изменился запах. Я, честно говоря, побаиваюсь таких вещей, так как кожа проблемная, и мне нужно очень активно следить за тем, что я использую. А потому, если происходят изменения в формуле, в запахе, то нужно как можно быстрее от средства избавляться, и ни в коем случае на себя не использовать. Среди средств для волос избавляюсь от трех масок. Первая это вот такая вот маска с бананом от бренда Гарнье. Данная маска мне сначала более-менее понравилась, я даже почувствовала от нее эффект. Но потом, чем больше времени проходило, тем больше я замечала то, что вообще-то никакого эффекта нету. Что я там увидела в ней в первое время использования, честно говоря, я сама до сих пор не понимаю. Возможно, это было потому, что перед использованием этой маски у меня была маска такая же, но с папайей, и она была еще более бесполезная, чем эта. В общем, данная маска не приносила мне увлажнение и питание волосам, она их не смягчала, и действие ее оказалось хуже, чем действие от тех же самых ведерочек от бренда Фитокосметик. Я уже все уши вам прожужжала, вы уже увидели, вы уже, наверное, устали лицезреть эти банки, но, повторяюсь, баночки эти стоят, по-моему, 55 рублей, и работают гораздо лучше, чем вот эта. И закончилась также, наконец-то, вот эта бадья от бренда Комплимент. Я два года пыталась добить эту банку до конца. Наконец-то это случилось. Ничего особенного маска не давала, не тратьте даже свои деньги на нее. И еще несколько средств для волос, которые выбрасываю. Их я как раз не закончила. Первое, это вот такая маска от бренда Ифраше. Ее нужно наносить на сухие волосы. Если вы не использовали маску в душе, или кондиционер, или бальзам, то, в принципе, данное средство может помочь и действительно смягчить волосы, улучшить, облегчить расчесывание. Но я всегда использую какое-нибудь средство в душе, а потому надобность в такой маске у меня потом отсутствовала. И, как видите, я ее все еще не закончила. И в новый дом тащить упаковку, которую я не использую, я просто-напросто не хочу. И также выбрасываю вот такой вот бальзам от бренда Капус. Мне его давала моя парикмахерша, когда я красилась в рыжий. Данный бальзам должен помогать сохранять рыжий цвет волос. К сожалению, сколько я не пробовала его наносить на волосы, ну, не видела я никакого эффекта по поддержанию цвета волос. А потому нет смысла его использовать. Как видите, долго оно у меня стояло, упаковка уже стала крайне несимпатичной, и поэтому в новый дом бесполезную вещь не тащим. Дальше выбрасываю вот такую хну для бровей от бренда Lucas Cosmetics. Выбрасываю, потому что на мне эта хна, к сожалению, сейчас не работает. На мне, как я выяснила, больше и лучше работает краска для волос, потому что она лучше прокрашивает также кожу, в то время как хна по большей части прокрашивает волоски, по крайней мере, конкретно вот эта. Если я наношу эту хну, то, может быть, волоски подкрасятся, кожи нет. Но так как брови у меня проблемные, плешивые, то мне обязательно нужно подкрашивать кожу. А потому выбрасываем и не тащим в новый дом то, что не работает. Выбрасываю, наконец-то, такого котика. Это крем для рук с ароматом медового инжира. Покупала я его в фикс-прайсе. Простой, нормальный, неплохой крем. Нельзя сказать, что он надолго как-то увлажняет. Просто максимально простой, но бюджетный крем. Также выбрасываю вот такие салфетки для очищения кистей. Эти салфетки от бренда Manly Pro. Есть также подобные салфетки от других брендов. В принципе, очень даже неплохие салфеточки. Действительно очищали кисти, не до скрипа. Полностью пигмент от теней или же от консилеров, от тональных средств данные салфетки не удаляют, не убирают. Но если нужно экстренно почистить какую-то кисточку и не хочется ее мыть, потому что она должна еще высохнуть, то вот такие салфетки это очень даже хороший вариант. И последние три средства я выбрасываю, так и не закончив. Выбрасываю вот эти два крема для тела, потому что я ими крайне редко пользуюсь. Я понимаю, что это полностью мой косяк. Тело тоже нуждается в увлажнении. Не только за лицом нужно ухаживать. Но почему-то мне очень не нравится мазать крем на тело. Я постоянно об этом забываю, постоянно от этого отлыниваю. И подобные вещи у меня стоят без дела. Как видите, две банки, две достаточно тяжелые банки. И в новый дом просто не буду их тащить. И вот эту последнюю баночку хочется обсудить отдельно. Здесь израсходована примерно половина. Это сахарная паста для удаления волос тела. Я эту сахарную пасту уже не раз использовала. Использовала конкретно эту банку. Сейчас объясню, зачем я вам все это рассказываю. Это не просто так. В общем, использовала я все это дело для удаления волос. Всегда все было хорошо. Никаких нареканий не было. Но самое последнее использование, когда в Москве стояла дикая жара, я не смогла ею нормально проэпилировать ноги. Потому что паста слишком быстро плавилась из-за 40 градусной жары. И, как оказалось, очень хорошо то, что я ею не смогла полностью проэпилировать ноги. Потому что на следующий день, именно на следующий день, не в тот же день, у меня появилось сильное раздражение. У меня на ногах появилось... Знаете, выглядели ноги как будто после химического ожога. Легкого. Но все же ожога. У меня до сих пор на ногах кожа заживает. Понимаете? Не знаю, что с ней произошло. Возможно, она просто испортилась. Возможно, прошел срок годности. Срок годности здесь указан 6 месяцев после вскрытия упаковки. Быть может, просто формула как-то изменилась. И из-за этого произошла такая реакция. Не знаю. Но в любом случае, я рада, что я не смогла тогда полностью проэпилировать ноги. Потому что в таком случае раздражение было бы на всех ногах. Еще раз повторюсь для всех тех, кто скажет, что нужно проводить какие-то тесты. Я эту пасту уже использовала. Использовала конкретно от этой фирмы. Конкретно универсальную. И больше того, я использовала именно эту банку. То есть в первое время ее использования все было хорошо. Как видите, здесь использована примерно половина. И никаких нареканий у меня не было. Никакого раздражения и ожогов на ногах тоже не было. Ну что ж, это все, что я хотела вам показать. Все, что я хотела обсудить. Вся эта упаковка пустых и не очень банок отправится в мусор. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.